Всем привет! Это Народный патруль. Что на этой неделе привлекло внимание очевидцев, расскажем здесь и сейчас. Также и ты можешь стать народным корреспондентом. Для этого присылай свои видеоролики в WhatsApp на номер 8 924 855 2525 или в Instagram народный нижнее подчеркивание патруль 49. Ремонт дороги на перекрестке Пролетарской и Кольцевой был прерван пешеходом. Видимо, мужчину потянуло на подвиги и он решил высказать рабочим все свои претензии. Правда, за него в этот момент говорил алкоголь, так что конструктивной беседы не вышло. Гебоши раскрутили и задержали. Кстати, еще одного чудака заметили на Билибина. Он просто устал и прилег отдохнуть на капот автомобиля. Еще один гений, на этот раз управляющий Лексусом, решил забить на правило и повернул с Пролетарской на Парковую, где действует одностороннее движение. Нарушителя это не смутило, он благополучно уехал под кирпич, а вот о реакции встречных водителей можно только догадываться. Авария с летальным исходом произошла 3 июня на трассе Колыма. За рулем автомобиля Ниссан Примера находился 22-летний парень, у которого даже не было водительских прав. По предварительным данным, машина вылетела с дороги из-за превышения скорости. Кадры с места ДТП на ваших экранах. Видео из бухты Гертнера, на котором вдали берега видны два судна, разделило общественность на два лагеря. Одни приняли официальную версию, по которой суда зашли в бухту на перестой, а вылов идет только в Притауйском районе и исключительно Камбалы, а вот другие в это не верят и считают грабежом природных ресурсов. Ну вот, началось опять летом. Бухту Гертнера зашли в районе Монаха. Ну, наверное, я не знаю, метров, ну максимум километр. Стоят два промысловых судна, два тральщика. Вот там очень далеко стоит, судя по всему, перегрузочное судно. И опять в городе Магадане начинается узаконенное браконьерство. Всем наплевать. Бухту запоганили вообще. Никакой рыбы нету. И конец. Селедки нет. Камбалу черпают мешками. Крабов в бухте нету. И всем наплевать. Главное, у нас олигархи рулят, депутаты и вся эта мафия. Уже скоро будут заловить в районе администрации города. И все будут довольны. Все занимаются благотворительностью, прикрываясь мародерством, грубо говоря. Крышесносная погода в Амсукчане сорвала планы по ремонту 24-го дома на улице Мира. Работники не успели укрепить стройматериалы, полагаясь на удачу, но, судя по всему, теперь с крыши придется повременить. Пожар во дворе на пролетарской 76 мог закончиться неприятным сюрпризом для припаркованных рядом автомобилей, но благодаря оперативной работе пожарных все обошлось лишь сгоревшей травой. Как нетрудно догадаться, возгорание – итог детской шалости. Двор дома пролетарской 76. Горит двор. Когда дети подожгли, траву сухую. Подъехала пожарная. Деревья уже горят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В районе 31-го квартала жители не раз наблюдали, как неизвестные личности обыскивают район и ползают под гаражами. Судя по всему, ищут они наркотики, спрятанные в тайниках. Именно такую компанию поймали в одном из дворов. Процесс задержания на ваших экранах. Короче, кладменов. Он на 31-м уже не первый раз. Вот такая ситуация. Ребята просто по гражданке. Он на пробоксе катается. Там еще машинка невзрачная. Вот она. То есть вот они лежат мордой в пол. Лазили у нас вот там вот под гаражами. Не первый раз. Грустненько ему. Видишь, пресс качает потихоньку, пока есть возможность. Все, поехали. Поехали, ребята, вот это вот. На сдачу экзаменов. Держи камеру на готове, ведь интересные события происходят повсюду. Если тебе есть о чем рассказать, присылай свои видеоролики в WhatsApp на номер 8 924 855 2525. Или в Instagram, народные нижнее подчеркивание, патруль 49. И помни, что лучшее видео по итогам месяца получит денежный приз. А на сегодня все. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!